приветствую охотников за трофеями меня зовут алекс и добро пожаловать на канал фангеймс сегодня мы традиционно поговорим об играх которые достаются на бесплатно по подписке playstation plus при этом я не стану просто рассказывать о том что можем получить на халяву в текущие месяцы это вы и так знаете я же хочу рассмотреть данные игры под углом интересности сложности и необычности получаемых в них призов чтобы разобраться стоит и тратить свое время на получение плате на бесплатных играх в августе 2018 года главный хит текущей раздачи mafia 3 я играл только в первую часть серии много лет назад и на тот момент игра показалась мне более сложным и мрачным клоном gta где все было слишком реалистично и копы гнались за тобой за превышение скорости и урон отпадение с крыши персонаж не мог пережить это вам не солнечный готовой сити с напрочь отбитой физикой где последний босс выживал после нескольких прямых попаданий с гранатомета я не уверен что с тех пор что-то изменилось в серии игр мафия но решать хорошо это или плохо предстоит вам а я немного поговорю о трофеях в основной игре их 56 включая платины и еще 30 из dlc но sony в свою раздачу добавляет в основном только чистые игры без дополнений поэтому трофей из dlc трогать не будем получение платины займет у вас более 25 часов скорее от 30 до 50 в зависимости от вашего стиля игры для этого придется пройти мафии минимум дважды из ряда трофеев трофей новый босс на одном из прохождений вам нужно переводить 16 боссов бизнеса на свою сторону для этого необходимо установить прослушку в локации босса перед тем как идти к нему по заданию а на другом прохождении вам придется всех этих боссов убить для получения приза нельзя оставлять хвосты на сайте strata crew есть классный путеводитель советами какие трофеи лучше получать на каждом из прохождений ссылку на него оставлю в описании например первом прохождении рекомендуется отдавать районы всем своим лейтенантам по очереди чтобы концу игры все они остались живых это принесет вам трофей мы все заодно а на втором прохождении отдаем районы только одному из своих соратников, чтобы в итоге получить приз только ты и я. Аналогичная ситуация и с информаторами. На первом прохождении вербуем всех 15 информаторов и получаем приз «Умри, но не сегодня». А на втором прохождении хватаем трофей «Крисам нет доверия» за то, что убьете их всех. Самым сложным достижением в игре является зеленый берет. Для его получения нужно убить 5 врагов выстрелами в голову в течение 5 секунд. Данная ачивка может заставить попотеть таких же игроков, как я, то есть тех, у кого проблемы с шутерами. С другой стороны, ничего сложного. Нужно просто найти удобную позицию с большим количеством противников. В остальном трофеи очень простые. Из плюсов в игре нет призов за сложность, поэтому можете смело начинать играть на любой комфортной для вас сложности. И что самое главное, нет трофеев за собирательство. Никакого нудного гринда, лишь только нудный геймплей. Хе-хе. Но это лишь мое собственное мнение. В целом рекомендую всем трофе-хантерам. Изи платина на август. Со следующей игрой в раздаче все не так радужно. Dead by Daylight является онлайн-хоррором, построенным по системе матчей. Каждый матч вы играете либо за убийцу, либо за одного из четырех выживших. Убийца, как вы понимаете, должен найти и убить всех выживших. В свою очередь, выжившие должны выполнить ряд условий и не попасться на глаза убийцы, чтобы спасти с излокации. И тут нужно понимать, что поиграть в эту игру может быть довольно интересно даже одному. Но для трофеев вам точно понадобится команда для буста, потому что получение большинства призов зависит не только от вас, но и от действий остальных игроков в матче. Приведу для примера простой трофей Where Did They Go? Для его получения необходимо, чтобы все четверо выживших сбежали через люк одновременно. Звучит несложно? Окей, давайте разберемся. Во-первых, у одного из выживших должен быть ключ для открытия люка. Во-вторых, у другого должна быть карта на поиск люка. В-третьих, для появления люка вы должны починить все пять генераторов на карте, поэтому остальным выжившим рекомендуется взять ремонтный набор для более быстрой починки. И когда все условия будут выполнены, вам нужно собраться все вместе, найти люк и друг за другом сбежать. Люк будет открыт всего лишь 30 секунд. При этом не забывайте, что все это время на карте будет находиться убийца, который вряд ли будет просто стоять и смотреть, как вы все это делаете. А теперь представьте, что вы играете соло, с тремя рандомами и без голосовой связи. Можно забыть про ачивку до тех пор, пока не найдете игроков, которые помогут вам запустить данный трофей. Да и не только этот, в игре подобных трофеев достаточно. Есть и чисто гриндовые трофеи, например, Skilled Hunters. Играя за убийцу охотника, 100 раз нужно положить жертву броском топора с расстояния не менее 24 метров. Аналогичный трофей Butchering. За убийство 100 жертв бензопилой, играя за каннибала. A Fest to the Entity. Вам необходимо принести в жертву 500 выживших. Для этого нужно подвешивать их на крюк. Данных примеров должно быть достаточно для того, чтобы сложить представление о платине в Dead by Daylight. Сложность 8 из 10. Время более 200 часов на то, чтобы получить все 62 трофея. Рекомендую любителям хорроров и матчевых онлайн игр. Если игра увлечет вас настолько, чтобы провести в ней более 100 часов, то можно и трофеи добить. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте поставить лайк, если вам помогло или понравилось данное видео. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать ежемесячные обзоры трофеев. А также на канале найдете гайды и прохождение игр на платину. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!